Группа боевиков напала на исправительную колонию номер два, неожиданно быстро застав охрану тюрьмы врасплох. На место сразу же подтягивается помощь. Это совместные силы МВД и сводный отряд УФСИН. По легенде учений бойцам предстояло за короткое время обезвредить преступников, при этом избежав потерь среди личного состава. Однако сразу это сделать не удалось. Как оказалось, бандиты тщательно подготовились к операции захвата. Мощный взрыв и ворота КПП открыты. Охранники не успевают всереагировать. Их расстреливают на месте. Преступникам удается захватить территорию. Спустя несколько минут на место прибывают поднятые по тревоге совместные силы МВД и УФСИН. При помощи бронетехники бойцы вытесняют бандитов, и те вынуждены бежать, используя для отвлечения подрыв машины. Потеряв одного человека, преступники находят убежище в заброшенном здании в населенном пункте недалеко от колонии. Для переговоров приехал родственник одного из боевиков. После нескольких минут ему удается убедить брата сдаться. Оставшихся решено брать штурмом. Дымовая завеса и отряд продвигаются вперед. В итоге все засевшие в здании ликвидированы. Потерь среди личного состава нет. Территорию обследуют саперы и кинологи. Специальные учения под названием «Крепость» проводят регулярно. Такие операции позволяют бойцам проверить слаженность совместных действий в боевом режиме. Была поставлена задача о нейтрализации преступников, которые пытались захватить, ворваться в корабльное помещение, захватить оружие и проникнуть на территорию режимного объекта охраняемого. Все этапы учения были исполнены. Все четыре этапа отработаны. Преступники нейтрализованы. Учения были приближены к боевым реальным действиям. Поэтому оценка удовлетворительная, полученная по результату руководителем учения. Учения не случайно проводятся в жилом районе. Преступники все чаще укрываются в населенных пунктах. В случае реальной опасности местные жители будут эвакуированы. Написать Чемхалова, Руслан Салихов. Время новостей.